Сейчас идет уборка урожая 2017 года, сидит у нас по плану. Сейчас мы выбираем площадь, у нас уборочная площадь верновых стенского на 1000 гектар. Сейчас где-то выбрано уже 40% урожайность. У нас два хозяйства, вот Зарядунова и Краснокутская. Площадь общая составляет 13 тысяч гектар. Мы также выращиваем подсолнечную кукурузу. Сейчас убирается азима и яровой ячмень. Чтобы не повторяться, 40% мы уже убрали. Урожайность составляет общая по двум хозяйствам. Это азима и пшеницы 51,2 и ярового ячменя 47,6. Урожай по сравнению с тем годом выше. В том году у нас урожайность была 47,8. Это по пшенице. По ячменю было 36,7. Конечно, показатели сразу видно, что вы выросли. Позволяли погодные условия. Ну а самый главный философский фактор. Мы обрабатывали все, где у вас вовремя. На это показатели налицо. Ну опять же, с этого уже, это да, какая-то вся. Здесь уже, наверное, это уже было. Мы уже будем считать свои. Мы сейчас видим работу погрузчика ДИИЧа. Преимущества этого погрузчика. Как мы можем перемещать? Кто в словах? Ну, ДИИЧа мы приобрели в этом году в компании «Безум». Преимущество, в чем мы идем, стараемся идти вновь со временем. Потому что сейчас раньше мы приобрели зеренобеты. Это уже мы не будем оценивать. Как при обработке зеренобетов, так мы будем оценивать. Сейчас мы на печи приобрели. Это сокращается в первых время. Раньше, например, машины затрачивали 40 минут, 35 минут. Сейчас спецэп по-моему подходит за отпуском. Вот мы уже сами засекали время. Около 15 минут и машина уходит. То же самое в бортовой. Паркушек может не так. А просить, что это неудобное место и неудобное. Нужно переглядывать, если оно подходит в любое место. И мы можем качественно слаживать свою продукцию. Что касается перемещений, это ухо на воде. На самом ухо, я имею в виду компайн. Есть же Джон Дир, есть Нью-Кулон, есть Класс. Почему именно Джон Дир? Почему именно в Болезии? Почему именно в Безум? В чем здесь в вашем предприятии? В нашем хозяйстве. В детском интернете компайн у нас есть Небеска. Комбайнный класс. Также у нас есть еще отечественные, которые там встали. В старенький дом. Потом у нас Акрос. Потом компания Безум. Попадает, как и кексики. Какие первые участки, которые выставали. Комбайн, который в комплексе купили, он ничего не отступает. Другим компаниям. Воспроизводительность такая же. Качество обработанное участок, если там хамошер. И, что еще, у нас интересует внимание на компания. Это, знаете, у нас устраивает. Во-первых, просто у нас с этим компанией не будет. Ну и сервис нас тоже. Как только мы, какие-то поломки, ну хотя, хочется создать поломки. Как-то тут не было. И комбайн работает, и дети работает без поломки. Ну, если какие-то там неполадки, или просто по телефону созвониться. Нам консультации все дается. Все вовремя. Поэтому нас устраивает. Самоходно обрезки. И еще, когда, да. Самоходно произойдет в этом году мы приедем. Топовение отварочное. Так, старый империадор, Т-1100. Тоже приобрели в компании Безум. Для чего? Для того, чтобы я уже повторяюсь, что человеческий фактор. У нас техника есть и другая прицепная. Но это самоходная приспектива. Продавительность больше. Обработка вовремя всех наших культур. Ну, соответственно, для этого и урожай. Продавительность больше. Продавительность больше. Компания Безуму давно уже работает. Во-первых, договора заключаются нормально, мы можем даже это отопчать, проплатили, потом после урожая расчетный сервис наш, потом, пожалуйста, качественные запчасти, например, что-то у другой фирмы, мы можем их платить в этой фирме, поэтому с компанией безумных годов. Павел Владимирович, итак, по погодным условиям, как в этом году сформировались погодные условия? Павел Владимирович, итак, по погодным условиям, сформировались они более-менее хорошо, но было очень много влаги, боялись, что поля зарастут или заплосыпятся, но вроде пока все нормально, единственное, что влазимая пшеница у нас качество пока не важно. По урожайности скажу, ну, стандартная, пока у нас идет 52 по кругу, сильно удивил яровые ячмины, есть поля доходили тоже до 52, сейчас уже средний урожай по яровой ячмины 47 центов. По зимой пшенице мы пока не зашли еще на те поля, ну, как, допустим, паровые есть, есть более-менее по хорошим пришествиям, пока мы на них не заходили из-за влажности. То есть наверняка там будет больше урожай? Ну, надеемся, по крайней мере, надеемся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...